Начальник смены дежурной части управления Министерства внутреннего дела по городу Чебасара, майор полиция Ахмед Агаев Алима Геденович, послушаю вас. Вы сообщаете о том, что к вам позвонили третьи лица, представили сотрудники банка Сбербанк и похитили денежные средства под предлогом оформления кредита. А каким образом вы деньги переводили? Через банкоматы, на мобильные номера телефонов. Какова сумма? 295 тысяч рублей. Случаев телефонного мошенничества становится все больше. Схемы даже не сказать, что изощреннее. Но люди снова и снова теряют свои деньги. В последнее время злоумышленники представляются сотрудниками банка. Сообщают, что мошенники списали с вашего счета какую-то крупную сумму. И чтобы их поймать, вам нужно оформить кредит. А потом вам все спишут. Казалось бы, бред, но сколько уже людей перевели подобным образом деньги мошенникам? За минувшие сутки города Чебоксары у нас зарегистрировано 5 фактов бесконтактных краж и мошенничества. Обратилась пенсионерка, проживающая также в городе Чебоксары. У нее завладели деньгами в сумме 575 тысяч рублей. За неделю примерно теряют около миллиона, полутора миллиона рублей. Ежедневно по городу Чебоксары от 5 до 7 преступлений регистрируются. Про преступные схемы интернет-мошенников знают уже практически все. Но тем не менее, с каждым годом число пострадавших только растет. Доверчивые люди перечисляют злоумышленникам сотни тысяч рублей, а то и миллионы. За 4 месяца текущего года на уловки мошенников попались более 800 жителей Чебоксар. Они перевели преступникам порядка 70 миллионов рублей. Как в Чувашии борются с такими злоумышленниками? И удается ли их поймать и наказать в программе «Правовое поле»? Поговорим со старшим прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Чувашской республики Валерием Григорьевым. Валерий Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сначала разберем, что такое мошенничество и какие преступления можно отнести к этому термину. Мошенничество – это один из основных видов хищений, основными отличительными признаками которого являются наличие обмана, либо злоупотребление доверием граждан. Какова динамика по бесконтактному мошенничеству? Это ежегодный рост все-таки? В последние годы у нас наблюдается существенный рост данного уровня преступлений. Это общая тенденция как российская, так и по Приволжскому федеральному округу. В 2020 году число таких преступлений возросло практически в половину. С 2,5 тысяч до 3,8 тысяч. В 2018 году для сведения их число едва превышало полторы тысячи. В этом году зарегистрировано уже более 1200 подобных преступлений. Наряду с техническим прогрессом видоизменяется и типовой портрет современного преступника. Треть совершаемых по республике преступлений – это именно бесконтактные хищения. Ну, удельный вес для сведений по Российской Федерации – это 25% в четверть. По Приволжскому федеральному округу данная цифра приближается к 27%. Это из всех преступлений мошенничества, да? Да, и это вообще из всей регистрируемой преступности. А, из всей преступности. Это вот такой пласт, да. Практически в небытие уходят у нас карманные кражи, квартирные кражи, тем более профессиональные. Сведения сказать, за последние пять лет количество квартирных краж сократилось в три раза – с 432 до 156. Преступники, как и мы, уходят в онлайн. Наши общения, покупки, а иногда и иные сферы жизнедеятельности, все больше приобретают виртуальный характер. Мы спросили у горожан, сталкивались ли они с телефонными злоумышленниками. Предлагаю посмотреть. Да, мошенники мне звонили, говорили, не потеряли ли вы карточку панкоматскую. Потом спрашивали, проверяйте. Я проверяла, посмотрела, у меня все спокойно, все с собой. Потом мы говорили, ваша Сбербанка уходит в сведения. Поверила, поехала в Сбербанк, но я вовремя остановилась. Узнала, что это мошенники. На днях это было. Это, правда, не звонили, это прислали мне на почту. Типа, вам пришло по вашей карте розыгрыш, такой-то вам большой приз. Введите номер карты, потом оплатите все. В общем, будьте внимательны. Ну, звонят разные личности, представляются сотрудниками банка, говорят то, что... Ну, что они говорят? Что с вашего счета либо операция какая-то происходит подозрительная, либо перевод денег, то им все-таки нужно продиктовать данные. Что с ними делать? Издеваться над ними разве что? Да и только. Звонили, говорили, что заблокирована карта, просили назвать номер. Что вы делали? Ну, я уже была слышана о том, как действовать в этой ситуации, и говорила, что не верил, сбрасывал. Звонки практически поступали всем людям, которых мы опрашивали. Наверное, даже нет таких людей, которым никто не звонил. Если есть мобильный телефон, человеку обязательно звонят. Почему-то, видимо, какая-то утечка данных. Сумма ущерба. В этом виде преступления фигурируют очень большие. По Чувашии сколько рублей потеряли местные жители в прошлом году от таких преступлений? Сколько уже в этом году? И в среднем, сколько за неделю перечисляют интернет-мошенникам в последнее время жители Чувашии? И какая наибольшая сумма, которую один человек перечислил преступникам? Ну, наряду с ростом данного вида преступлений, разъед и размер ущерба причиненной. Размер причиненного ущерба. В частности, динамика выглядит следующим образом. В 2018 году размер ущерба составил почти 70 миллионов рублей. В 2019 году он уже превысил 100 миллионов рублей. А в прошлом году он достиг почти 300 миллионов рублей. Это получается 300 миллионов рублей жители Чувашии перечислены мошенниками? Ну, там несколько жителей Чувашии. Это более уточняющее, если быть точным, это сумма ущерба по уголовным делам, находящейся в производстве следственных органов Чувашской республики. Там могут быть и представители других субъектов, но это то, что расследуем мы. Также по уголовным делам расследуемым правоохранительным органом других субъектов могут также переходить в качестве потерпевших жителей Чувашской республики. Поэтому это чисто ущерб по уголовным делам. В текущем году ущерб от действий интернет-мошенников достиг почти 100 миллионов рублей. Это за 4 месяца официальная статистика. Своеобразным антирекордом в текущем году стало хищение у одного из жителей города Чебоксары почти 6 миллионов рублей. Для сведения сказать, в истекшем году подобный антирекорд находился на отметке 4,5 миллиона рублей. Ну, поэтому, к сожалению, еженедельно регистрируемый ущерб по данной категории уголовных дел, как правило, в среднем превышает несколько миллионов рублей. Как бороться с таким видом мошенничества? Мы тоже спросили у горожан, вот что они ответили и посоветовали другим. Клевая тема, если есть в смартфонах такая функция у вас, как заблокировать номера. Типа неизвестные, непонятные номера на айфонах, например, не блокируются сразу. То есть мошенники вам просто не дозвонятся. Либо, ну, не слушать никого. Нужно быть всегда вдумчивым и психологически стараться победить мошенников и снять у них деньги. Валерий Павлович, как вы, как ваше ведомство работает в этом направлении, и что вы можете посоветовать людям, чтобы не попадаться на уловки интернет-мошенников? Практика показывает, что, как правило, в банковских учреждениях сначала все-таки блокируется эта операция, вплоть до блокировки банковской карты, а потом исчисляется уже звонок оператора, либо вы сами звоните оператору и доказываете, что эта операция правомощна. То есть алгоритм действует такой. Никто интересоваться и звонить вашим состоянием вашего счета, как правило, из банка он не будет. Ну, в связи с подобными негативными тенденциями активизирована работа как органов прокуратуры, так и правоохранительных органов по праводействию данным преступлениям. На постоянной основе совершенствуется профессиональный уровень следователей, дознавателей, сотрудников оперативных служб, занимающихся раскрытием и расследованием подобных уголовных дел. Ведь преступники с каждым днем совершенствуют свое, скажем так, мастерство, изобретают более новые, изощренные способы обмана. Прокуроры также ориентированы на повышение качества надзорных мероприятий, ну и эффективность координационных мер. Ведь именно они на местах определяют вектор усилий правоохранительных органов. Результатом этой работы стало существенно с 4.16 до 604 увеличение числа фактов раскрытых бесконтактных хищений в истекшем году и сумму возмещенного ущерба, причиненного преступлениями данного вида. Она возросла с 4 миллионов до 7 миллионов рублей. То есть удалось вернуть 7 миллионов рублей обратно людям? Да, возместить данный ущерб. Ну, путем в том числе и наложения ареста на имущество и денежные средства фигурантов уголовных дел. Это про 2020 год мы сейчас говорим. Это про 2020. Ну, целенаправленные действия правоохранительных органов позволили выявить и привлечь к ответственности ряд участников организованных преступных групп, занимающихся подобными преступлениями. Следует отметить, что в большинстве случаев данные преступности все-таки более приобретают организованные формы. Ввиду того, что нужны определенные серьезные и технические ресурсы, и людские ресурсы, ну, и определенный, скажем так, криминальный опыт данной работы. Другой вид интернет-преступлений, который происходит при купле-продаже на каких-то сайтах, где продают недвижимость или другие какие-то товары. Вот такой вид мошенничества, он больше, чем бесконтактное хищение? У нас есть определенная градация, скажем так. Основными видами подобных преступлений являются хищение денежных средств и счетов граждан. Ну и значительный такой костяк – это преступления, совершенные с использованием именно подобных интернет-ресурсов, где размещаются различные объявления. Число таких преступлений достаточно велико, ввиду того, что подобные преступления совершаются, еще раз повторюсь, как правило, в организованных формах. Особенно это показывает практика выявления подобных преступлений. В декабре 2020 года в суд направлено уголовное дело в отношении восьми жителей Московской области и Республики Удмуртия, которые в составе организованной преступной группы, совершили хищение 250 тысяч рублей, принадлежащих 64 гражданам, использующим услуги одного из крупнейших агрегаторов троксии Российской Федерации. А как это происходило? Давайте подробнее поговорим о схеме, как людям, может быть, быть внимательными и защитить себя. Что это была за схема? В одном из крупных мессенджеров была создана группа, которая привлекала тем, что представляла, скажем так, услуги по оформлению поездок на такси с 50-процентной скидкой. Достаточно заманчивое предложение, поэтому круг клиентуры был достаточно широк. Оформлялся заказ, после оформления заказа оплата данного заказа производилась за счет клиентов данного агрегатора такси, которые ранее использовали услуги данного агрегатора, и данные о чьих счетах и персональных данных уже содержались в базах данного агрегатора такси. То есть, например, если я поехала на такси, с меня брали оплату с 50-процентной скидкой. А полную стоимость оплачивал предыдущий клиент, получается, который был до меня. Да. И получается таким образом о том, что суммы были достаточно незначительно списываемые с каждого клиента. То есть, там, иногда 50, 80, там, 100 рублей. Поэтому большинство людей просто кто-то не обращал внимания на такие незначительные списания. Кто-то, кто часто, например, использует услуги такси, они просто-напросто и не обращали... И, может, даже и сами не замечали. Как удалось поймать таких преступников? Ну, был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий, технических мероприятий. Были установлены подобные факты. Рассмотрение уголовного дела в настоящее время не завершено, поэтому я подробно на этом останавливаться не буду. Но хотелось бы сказать одно. Но все-таки подвела определенная жадность фигурантов уголовного дела. Они стали менее осторожны. Ну и плюс определенный, как еще раз повторюсь, профессионализм на спецслужб, он все равно растет. Какой ущерб понесли люди, в общем, которые пользовались услугами этого такси? По данному уголовному делу, размер причиненного ущерба превысил 250 тысяч рублей. Но в настоящее время проводятся дополнительные проверки по выявлению иных фактов преступной деятельности данной группы. Ну, предполагаемый размер ущерба может даже превысить несколько миллионов рублей. Кроме того, в настоящее время завершено расследование уголовного дела в отношении членов одной из преступных групп, группы, занимающейся противоправными деями на территории Чувашской республики и Республики Татарстан. По данному уголовному делу в качестве потерпевших проходит более 170 граждан. Суть этой схемы достаточно проста. На известных интернет-порталах размещались объявления о сдаче в наем недвижимости. Клиент звонил по данному объявлению. Опять-таки, повторюсь, заманчивыми были в первую очередь цена, которая была, как правило, ниже среднерыночной. Ну, и для подтверждения своих доводов выставлялись фотографии недвижимости, реальные адреса этой недвижимости, ну, предполагаемые, по крайней мере. То есть, ничто не предвещало какого-то обмана. Дальше клиент связывается с менеджером, они обговаривают условия, цена устраивает, в принципе, договариваются, и дальше менеджер дает телефон якобы собственника этого помещения. Когда клиент созванивается с собственниками, собственник всями возможными способами, правдами и неправдами, ну, уходит от встречи. И в дальнейшем просто даже не выходит на связь, и телефон его блокируется. Ну, относительно сложившейся ситуации, менеджеры поясняют клиенту, что руководство выяснит подобные, скажем так, причины подобного поведения собственника квартиры, и предлагают тут же рассмотреть варианты найма иного жилья, которое уже более дорогое. Это делается для определенной, скажем так, попытки придать подобным противоправным отношениям характер гражданскоправовых, то есть как-то сбить с толку клиента, ну и попытаться, по крайней мере, придать законы своим действиям, видимую законность. Потому что, повторюсь, выносимая предоплата, она, как правило, уже была перечислена на счета злоумышленника, она уже остается непосредственно у... То есть вернуть ее невозможно? Ну, по крайней мере, по этому делу им было возможно, что они не были возвращены. А эта недвижимость, которую они предлагали, она находилась на территории Чувашской республики? Не только. Это на территории как Чувашской республики, так и на сопредельной республике Татарстан. Сколько жителей Чувашии пострадали именно вот в этой схеме? Ну, потерпевшим по данному делу проходило почти 200 человек из 50 регионов Российской Федерации. Валерий Павлович, ваши коллеги как раз из МВД совсем недавно тоже поймали подобных мошенников, которые промышляли дорогими сотовыми телефонами на сайтах объявлений в интернете. Но заказчикам вместо реальной покупки, за которую они оформляли предоплату, приходили вещи незначительные, копеечные, и которые не стоили тех денег, которые они отдали за такую покупку. Предлагаю посмотреть сюжет. Полиция, откройте! Если не откройте, будем вам отвергать. Ранним мартовским утром никто из предполагаемых мошенников гостей не ждал. Но притвориться, что никого нет дома, когда на пороге сотрудники полиции и Следственного комитета в сопровождении бойцов Росгвардии тоже возможности не представилось. За свою не гостеприимность хозяину пришлось отвечать перед представителями закона. Вы слышали, что вам стучат? Да. Почему не открывали дверь сотрудников полиции? Непонятно, что здесь в тражах. Что случилось? Прошу прощения. Прошение, судя по всему, троим обвиняемым из Санкт-Петербурга и Ленинградской области придется просить у потерпевших, точное количество которых предстоит установить следствию. Злоумышленники размещали в интернете объявления о продаже дорогих сотовых телефонов, цена которых была тысяч на 5-10 дешевле, чем у других продавцов. И уловка срабатывала. Участники преступной группы сообщали, что они являются официальными дилерами сотовых компаний, изготавливающие телефоны, в связи с чем у них на старте продаж имеются большие скидки. Этим они и подкупали граждан. Но на почте доверчивых граждан ждало большое разочарование. В посылке находился копеечный телефон, иногда даже бывший в употреблении. Что называется, получите, распишитесь собственной наивности. Специально в посылках они оставляли пометки покупателей, согласно которой приобретатель товара имеет возможность вернуть товар. Однако обменов и возвратов, конечно же, никаких не происходило. Напасть на след группы чувашским оперативникам удалось совместно со Службой безопасности Почты России. По ходатайству Следственного комитета России по Чувашии в отношении троих обвиняемых избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении 13 эпизодов мошенничества организованной группой лиц с причинением значительного ущерба. В ходе обысков было изъято около 200 тысяч рублей, 30 сотовых телефонов, оргтехника, банковские карты, почтовые извещения и другие предметы, представляющие оперативный интерес и имеющие доказательные значения по делу. По оперативной информации, обвиняемые причастны к аналогичным фактам и в отношении жителей других регионов страны, ведется следствие. Как вы думаете, здесь опять дело в доверчивости людей? И как вообще защититься от таких подобных видов мошенничества? Наиболее эффективным методом является все-таки защита собственных персональных данных. Кругом и везде. Сейчас очень модно открыто распространение своих персональных данных. Люди, не замечая этого, оставляют их, начиная от того, что в различных магазинах при оформлении скидочных карт, при оформлении различных подарочных карт, вплоть до паспортных данных. Просто в первую очередь хотелось бы сказать, задумайтесь, прежде чем отправлять свои личностные данные, и к принципу для осуществления подобных операций по хищению денежных средств, злоумышленнику, как правило, достаточно ваших фамилий, имя, отчества, да и номера телефона. А порой даже и просто номера телефона. Второе – социальные сети. Все-таки необходимо понять, что это виртуальное общение. И выкладывать в социальные сети полную информацию о себе, при том излишне полную информацию о себе, ну, все-таки я посчитаю, что это нецелесообразно. Определенная доля хищения у нас совершается именно посредством социальных сетей. Социальных сетей. То есть с аккаунта вашего знакомого поступает сообщение о вашем тяжелом материальном положении, ну, или просто о возможности получения взаймы небольшой суммы денежных средств. Вы, ввиду того, что уже пользуетесь данным своим аккаунтом и аккаунтом своего, знакомым с аккаунтом своего оппонента, вы перечисляете денежные средства на счет, кстати, указанный, который новый счет он указывает, без каких-то зазрений. И потом выясняется о том, что страничка пользователя была взломана вашего знакомого, и этим просто-напросто воспользуются злоумышленники. Второй определенный сегмент – это хищение. Как правило, это связанное с вымогательством денежных средств, когда лицу высказывается возможность распространения о нем каких-то порочащих сведений. Это шантаж уже, да? Это шантаж, да. Лица, которые не желают все-таки, чтобы это все всплыло, перечисляют злоумышленник денежные средства. Получить указанные данные, ну, это особого труда, в принципе, для злоумышленников не составляет. Взломать интернет-страничку, взломать личную переписку, да и в удаленном режиме взломать компьютер пользователя, технически это в теории не так сложно. Поэтому убедительная все-таки просьба – аккуратней, как со своими персональными данными, так и сообщениями в интернете. Второй наиболее опасный сегмент – это хищение денежных средств именно безличным способом. Когда деньги граждан похищаются без их непосредственного участия. Человек просто узнает о том, что у него списаны были денежные средства. Здесь технически это более сложно. Злоумышленники применяют специализированные программы. Ну, и имеются факты, когда недобросовестные работники как банковских учреждений, так и сотовых компаний, да и сторонние лица получают неправомерный доступ и используют этот доступ в целях получения как персональных данных граждан, так и сведения об их банковских счетах, сотовых телефонов и прочих подробностей. И, сгенерировав все эти данные, похищаются денежные средства именно бесконтактным способом. Когда человек просто получает сообщение о том, что его денежные средства ушли. Сложность раскрытия подобных преступлений заключается в том, что, пытаясь запутать данные следы своих преступлений, злоумышленники, как правило, используют одноразовые сим-карты, одноразовые банковские карты, ну и в дальнейшем всякими возможными и невозможными способами пытаются завуализировать как снятие последующих денежных средств, так и само хищение. В этом случае как люди могут себя защитить? В этом случае, ну, во-первых, необходимо все-таки аккуратно использовать банковские услуги, потому что в последнее время в моду вошли так называемые фишинговые сайты. То есть создается клон, либо что-то похожее на сайт банка того же самого, ну, так, интернет-банкинг. Войдя туда, человек вносит туда свои персональные данные, вносит данные своих, реквизиты своих банковских карт, ну и пытается совершить какие-то операции. После того, как они не получаются, он закрывает это, как правило, ну, либо делается визуализация, что операция прошла все-таки. Цель этого всего – получить данные человека. Ну, как правило, заветные три цифры на обороте банковской карты, к чему стремятся все злоумышленники. Номер банковской карты и заветные вот эти три цифры – код. Поэтому при привязке своих банковских карт к каким-либо интернет-ресурсам, при осуществлении покупок в интернет-магазинах, нужно быть, ну, просто аккуратными. Ну, начиная с того, что заведите отдельную банковскую карту для совершения таких платежей, где не фигурируют постоянно крупные суммы денежных средств. Но это один из способов, это не панацея, тем не менее. И еще хотелось бы добавить о том, что все-таки большинство интернет-ресурсов, обычно и банковские учреждения, и сами компании, реализующие как сотовый телефон, так и сотовые операторы, все-таки предлагают определенные виды защиты. Я не говорю о каких-то коммерческих, серьезных способах защиты информационного пространства, но простейшие антивирусные программы, простейшие, они даже в свободном бесплатном доступе есть. Все-таки какую-то степень защиты они тоже могут дать. Ну, это на телефон, на компьютер вы имеете в виду? Да, да. Надеюсь, советы правоохранительных органов вам обязательно помогут сохранить свое имущество. Будьте еще раз внимательны, бдительны, берегите себя и своих близких.